Церковь в первую очередь Перед тем, как мы продолжим, я хотела бы показать вам одну картинку. То, о чем мы будем продолжать говорить, это наперсник первосвященника. И о драгоценных камнях, которые на нем были размещены. И также взаимоотношения, которые имеет этот наперсник к двенадцати сыновьям Якова. И также мы рассмотрим молитву и пророчество Моисея и Якова об этих двенадцати сыновьях. Вчера я говорил, что я хотел бы вам сделать презентацию в Паверпойнте, конечно. Но, к сожалению, не успел ее закончить даже на английском. А потом ее еще надо было бы перевести на русский. Но, может, однажды у нас это получится. Я надеюсь, всем у вас получится увидеть ее с ваших мест. Вот картинка, которую хочу показать. Это приблизительная одежда первосвященника. Вы видите белой одежды под низом, синих одежд, тюрбан, и также наперсник. Это даст вам хоть какое-то представление о том, как был одет первосвященник. И это поближе увеличенная картинка самого наперсника. У вас это с правой стороны. И слева это два камня, которые были на плечах первосвященника. И на них также были выгравлены двенадцать колен Израилю. Еще кое-что хочу показать вам здесь. Because I have here on the other slide presentation groups. Okay. And then I need to... Okay. Here. Okay. This slide I will show you also. This is again the breastplate. Sorry. Okay. Это наперсник с драгоценными камнями. Yeah. This is a presentation that I'm actually busy with. Okay. To make the presentation. Готовил. And you always have to remember when you're reading this, about this, how the position of the stones, which is what we're going to talk about right now. И вы всегда должны помнить кое-что, когда говорится о расположении каждого камня в нагруднике. И мы об этом будем сегодня говорить. Is that you have to go from left. From right to left. From right to left. Вам надо не забывать, что идет все по-еврейски. Справа налево. Все начинается с камня Рубина. И then you have the stone of Симеон. And then Леви. Камень Рубина. Потом Симеона. И Симеона и следующий, третий сын. Okay. And then you have Dan. And Judah. And Naftali. Yeah. And then on the next row you have Issachar. Asher. And Yosef. And then you have Zebulun. Завулон. Wait a minute. I've missed one somewhere. Ah, Gad. Sorry. I missed. It's Issachar, Asher, and Gad. Issachar, Asher, and Gad. And then you have Joseph. Потом Иосиф. Завулон и Вениамин. Okay. So that's the fall. Справа налево, сверху вниз. I thought a picture might help you to visualize it a little bit. Because otherwise it can be a little bit confusing. What you see here written on the stones, you can, when we have one of the breaks, if you want to, you can come and have a closer look at this. But here the writing on these stones is actually probably what was the original writing. Okay, it wasn't the Hebrew as we know it today. It's what they call the proto-Hebrew. It's what they call the proto-Hebrew. That's what we want to cover today. Okay, we go to Exodus 28. We go to Exodus 28. Verses 17 to 21. И став в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд карбункул, сапфир, алмаз. Третий ряд яхонт, агат, аметист. Четвертый ряд хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. И в последний стих нам говорит о том, что имена должны были быть не просто написаны на этих камнях, нарисованы, а вырезаны, выгравированы. Поэтому не так легко их удалить было бы. И если вы помните, что было сказано, что мы вырезаны на пальмах Бога. Помните, Писание говорит о том, что наши имена, мы выгравированы на Бога. На Божьих руках даже. И поэтому говорится, что нелегко вас будет удалить. Очень важно хранить в разуме, что весь этот символизм означает что-то, несет в себе. И мы будем заниматься тем, что исследуем, что же он несет. Помните, что также указано, что каждый камень был обрамлен и посажен как бы в золотом гнезде. Чтобы их было легче присоединить к самой наперснику. Помните, вчера мы говорили о том, что золото имеет очень глубокий символизм. И очень много споров происходит по поводу того, какой же порядок расположения всех камней. Писание не говорит, как это конкретно было сделано. В других местах Писания нет точного расположения, но вот исход 28 дает нам четкий порядок, расположение камней. Бог дал инструкцию Моисею по поводу двух больших камней оникса, которые должны были размещаться на плечах одежды первосвященников. Это исход 21 глава, 9 и 10 стих. That the name should be of the children of Israel in order according to their birth. No, it's not Exodus 21. Sorry, Exodus 28. Exodus 28, 9 and 10. Okay, so that when, okay, like I was saying, it's not exactly, it doesn't exactly tell how they should be placed in the verse that we just read. He does give the order, but it doesn't tell how they should be placed. But because of Exodus 9 and 10, we understand that they should probably be also in order of birth. Но основываясь на вот 9 и 10 стихе, что тут написано по числу их рождения, по порядку их рождения, то также есть предположение, что и на перстнике должны быть камни с именами расположены по порядку их рождения. Okay, as I said in the beginning, we will now look at each stone individually. И сейчас мы рассмотрим каждый камень индивидуально. Okay, so I want to turn this to you once again. Еще раз хочу показать вам. И сейчас у нас два камня. You called name the stones or the name of the sons? The name of the sons right now. Рубин и Симеон. Okay, as I said yesterday, also there is a lot of confusion about the names of the stones. So I've settled on some names, but so the stone of Rubin is Sardis, which is a red stone. первый камень, который относится к сыну Рубиму, первородному, это красный камень, Сардолик. 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 Тот, который у нас написан как Рубин. Okay, most translations use the ruby. Now, there's no way of knowing whether actually the Sardis is the same as the ruby or not, but there is... As I said in the ancient scriptures, it's extremely difficult to decide, okay, what stone was it because they use names which are no longer used. Now, I myself had a little bit of a problem with this picture. This is taken from the Temple Institute from the website. You remember, it should be red. To me, it looks more black. But maybe it's a very deep red. But I'm assuming that the Temple Institute has got it right. No, I'm assuming that the Temple Institute has got it right. So, as we look at these things, I... Wait a second. I have to... It doesn't want to leave. Okay, let's go all the way here. Yeah, that did it. Okay. As I said, Rubin and the Sardis stone. The first stone is the Sardis. Okay. It's a red stone. As far as I could... As far as I could discover, it's a very... Indeed, it's a very sort of deep red. It's not that... It was also known as the Sardine, which is another name, but Sardis is also... This is the interesting... One of the interesting things that we discover as we go along. Sardis is the sixth foundation stone in the New Jerusalem. It's a very different name, but Sardis is the sixth foundation of the New Jerusalem, which will go down from the earth. Okay, Revelation. Revelation 21, verses 19 and 20. And we open the Bible 21, Revelation 21. 19 to 21. 19 to 20, sorry. Revelation 21, 19 to 20, sorry. Okay. I know this also is... Я вижу, когда Аня прочитала, что в русском здесь, в этом отрывке, вообще идет совершенно другое перечисление камней. Как я уже говорил, все сложно. Но то, что мы знаем уверенно, это цвета этих камней. Они очень четко и ясны нам написаны в Писании, и вы можете поизучать это сами. Если вы на самом деле хотите уйти в глубины вот этого, то вам придется потратить много времени на изучение и проверку всей информации. Есть причина, почему Рувим — это первый камень, который помещен на перстник первого священника. И почему он является аж шестым в основании Нового Иерусалима. Это потому, что Рувим потерял свое первородство. Я забыл пометить, где это, какое местописание, доказывающее это, но мы, надеюсь, вернемся к ним. Я найду его для вас и покажу. Но, что произошло изменение, место расположения вот этих камней в основании города, потому что произошли изменения в характерах и поведении сынов Иакова. Итак, камень красный первый, символ его кровь, жертва, и жертвенное приношение, кровавое приношение. What do I mean by blood atonement? The blood atonement was like when the Israelites were in Egypt, and God told them to put blood on the doorposts and on the upper doorposts of the house. Помните, когда евреи выходили из Египта, и Бог сказал им покрыть кровью косяки дверей. Вот это. And therefore, it represents the passing over of God's destructive judgment. Это означает, что вот этот кровавый кровь, так сказать, он поможет пройти под Божьим судом, над Божьим судом. Иисуса Навина, вторая глава, с 18 по 21 стих. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которую ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, то кровь на голове его, а мы свободны будем от сей клятвы твоей. А кто будет с тобой в доме, в твоем, того кровь на голове наша, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Эта история берет место в городе Ерихоне, и как там спаслись благодаря проститутке Ахаб. И она просила и умоляла, что когда придут израильтяне, чтобы они спасли ее и ее семью. Одна из причин, почему Бог послал сыновь Израилю в землю ханаанскую, или, как ее называют, обитованной землей, одна из причин была принести суд на землю и на людей, которые жили в той земле. Поэтому Бог очень четко соблюдал то, что Он приказал, чтобы было разрушено все. Но здесь мы видим, что эта женщина, Рахав и ее семья, они избежали этой участи, и знаком, символом была красная веревка. Это еще раз нам показывает символ того, что прошли над судом Божьим, то есть пронесло. Красная также означает царственность, обеспечение, преуспевание, престиж. Помните, мы затронули немного цвета вчера? Это книга Наума, вторая глава. И, по-моему, у нас по-русски, на русском это третий стих. Наума 2-3. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою. И лес копьев волнуется. И здесь, через красный цвет, мы видим картину, как представляется власть и царственность. Плач Еремии 4-5 тоже нам говорит о символизме красного цвета. Мы это рассматривали вчера. Окей? The symbolism in the order of the stone. Символизм в порядке расположения камней. Окей? The cardinal number one is symbolic of God and unity. First word. Yeah? First word. Окей? The cardinal number one. There are two types of order. Есть два вида порядка. Окей? You have what we call in English the cardinal numbers, and then you have the ordinal numbers. Есть главные номера, а есть потом обычные. Главные номера и потом обычные номера идут. Окей? But it's symbolic as one as a cardinal number. It's symbolic of God and unity. Первый, этот номер, который, этот камень идет первым, он означает Бога и единство. Окей? John, chapter 17, verses 21 to 23. Sometimes I find that the Bible text help you better than me trying to explain it to you. John 17, verses 21 to 23. Семнадцатая глава, с 21 по 23 стих. И будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будет едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. И да познают мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Я не могу полностью доверять русскому переводу, поэтому хочется знать точно, что там написано то, что и у нас написано. Но здесь описывается о единстве. И как первый главный номер, это символизирует именно вот это единство наше с Богом. Окей, the ordinal номер, in other words, an ordinal номер is, окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, going in that order. Окей, so cardinal номер represents something else, but I'll look this up still, and we'll come back to it. The ordinal number represents first, and represents beginning, as in Genesis chapter 1, verse 1. Также этот же камень, он идет первый по порядку, поэтому он как порядковое, так сказать, числительное, оно означает начало. Окей, Genesis 1, 1, in the beginning, in the first place, в первую очередь, Бог создал небо и землю. То есть, как порядковое число, он означает начало. А как то, что он главное первое число, он означает единство с Богом. Окей. Let me see whether I actually did that or not. No, I didn't. Окей. Рубин was the firstborn. Therefore, his stone was first. И Рубин, это был первенец, и поэтому его камень должен был быть первым. Окей, his name means, behold a son. И его имя означает Рубин. Behold. Behold a son. See a son. Вот, вот сын. Посмотри, вот сын. Окей. Рубин, на иврите, пишется буквой Реш, Алиф, Вав, Бет, Нун. Вав, Бет, Нун. Вав, Бет, Нун. Вав, Бет, Нун. Yep. Окей. So, I don't know whether I said this already about the picture language. No. Окей. Here, not. Each letter in Hebrew carries with it a picture. And if you put these things together, it can give you some very interesting ideas or very interesting pictures. И когда вы соедините каждую букву с каждой картинкой, которую она представляет, вы целиком увидите очень явную картину, говорящую об этом слове. Окей. So, the Hebrew letter Resh. Первая буква Resh в имени Рубин означает голова или первый. Алиф means leader, strong leader. А буква Алиф, вторая, она означает сильный лидер. Вав, это третья буква, она означает или ноготь, или посох, или чувство безопасности. Она несколько значений имеет. Окей. Бет, house, or in. И нун, как последнее, может означать несколько. I won't call them all here, but it can mean activity and life. So, Rubin's name, if you look at the pictures, could mean something like this. Поэтому имя Рубима, если вы посмотрите его в картинках, может нести такое значение. Первый, первый сильный лидер, который будет нести безопасность в дом, всю активность и жизнь. Его имя переводится дословно, как смотри, вот сын. Но если вы используете картинки и соединяете, то получаете еще одно значение имени Рубим. Вот несколько фактов о жизни Рубима. Как мы уже говорили, первый сын, он был первородный сын Иакова. Второе, его имя означает, смотри, вот сын. Третий пункт, через рождение Рубима Лия посчитала, что Бог проявил к ней через это сострадание. С того момента, как Бог благословил ее сыном, она поверила, подумала, что это развернет сердце Иакова к ней, и он полюбит ее. Если вы взглянете на эту семью, скорее всего, вы сказали бы, что это была бы самая дисфункциональная, не собранная до кучи семья в истории. У них было много зависти и борьбы между собой. И между сыновьями, детьми и между женами. Okay? In Genesis chapter 29, verses 31 and 32. Genesis 29, verses 31 and 32. 1 and 32, verses 29, verses 29. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рубим. Потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Okay? So her whole desire was to be loved. И ее все желание заключалось в том, чтобы ее любили. I think sometimes we can compare ourselves to that. Я думаю, что... We want people to love us. Что мы тоже такие, что мы хотим, чтобы люди любили нас. And sometimes we are prepared to go to great lengths to achieve that love, or to gain that love. И я думаю, что мы намного готовы пойти ради того, чтобы достичь этой любви человеческой и испытать ее. И это мы видим, вот как произошло у Леи. Okay? One, two, three. Number four. Четвертый пункт про Рубима. He lost out on the birthright privileges that usually fall to the firstborn son, because he laid with his father's concubine. Он потерял определенные привилегии своего первородства, потому что согрешил, переспав с наложницей отца. Okay? Genesis, chapter 35, verse 22. Genesis, chapter 35, verse 22. 22 стих. Бытие 35, verse 22. Во время пребывания Израиля в той стране Рубим пошел и переспал с Валою наложницей отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Якова было двенадцать. Okay? And then in First Chronicles, chapter 5, verses 1 and 2. И первая Паралипоминон, пятая глава, первый и второй стих. Сыновья Рубима, первенца Израилева. Он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева. С тем, однако, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Мы прочитаем на нём. Сыновья Рубим, первенца Израилева. Он был первенцом, но потому что он был первенцом, потому что он был первенцом. Сыновья, его birthright был given to the sons of Иосиф, the son из Израилева. Но не в таком случае, чтобы не было его регулировать в генеологии, как первенцом. For Yuda became greater than his brothers, in so much as the ruler came from him. Nevertheless, the birthright went to Joseph. Okay? We good? Now, if you take a look at this text just for a few minutes, you will see that it gives us a number of issues within this family context. которые были в контексте этой семьи. The first is how Ruvim lost his birthright. Здесь показано, как Рувин потерял своё первородство. Now, if we're thinking in our own terms of our own birthright as sons of God through Yeshua, then we can realize that maybe we can be shifted in position because of things that we do. Это может быть для нас предостережением того, что мы можем быть сдвинуты со своих позиций из-за того, что мы неправильно делаем. Okay? His birthright was given to the sons of Joseph. И мы видим, что первородство Рувима было отдано сыновьям Иосифа. Okay? Ифраим. Ифраиму. И Манасе. Манаса. So, thank you. Yeah. You may begin to realize I'm getting a little bit old and I can't hold you. But as we look at this, okay, the birthright. What was the birthright? Отдалось первородство. Что же, в чём оно заключалось? Что им перешло? The birthright was a double portion of the inheritance from the father. And this is interesting because of the Shabbat also. Because when the children are blessed on Shabbat, or the sons are blessed on Shabbat, one of the blessings is may you be as Ефрем and Манасе. In other words, one thing that they're saying there is may you have a double portion of the birthright. Okay, but he wasn't given the genealogical position of firstborn. Но он не потерял вот эту генеалогическую позицию того, что он был первым. Okay? That actually went to Judah. Это перешло Иуде, потому что он был назван сильнейшим. Okay? Because he became greater than his brothers, and that the ruler would come from him. И если вы прочитаете второй стих первого Паралипоменон 5, И потому Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него. Okay, when we get to Judah, we'll be talking a little bit more about that and what that is. Когда дойдем до Иуды и его камня, будем подробнее о нем говорить. Okay, so we see that things were changed. The good point about Rubin, positive, one, two, three, four, five, number five, then. Rubin was responsible for saving Joseph's life when his brothers wanted to kill him. Rubin, через Rubin, а Бог спас жизнь Иосифа, когда все остальные братья хотели погубить его. Помните? Okay? Genesis 37, 21 to 22. Okay, we see here that Rubin understood that this was not a good thing to do, to kill Joseph. To kill Joseph. But we see also, as you probably know, in the narrative, that it all went wrong anyway, and Joseph, well, it went wrong as far as they were concerned. Но мы видим, что дальше все равно все пошло не так, как он хотел отдать его отцу, но так, как предрасположено было. Но так, как у Бога было запланировано. Okay? But this was a positive point about Rubin. Okay, I make a little observation here, and then we will take a break. In the same way, when Rubin was born, Leah said, behold a son, or see a son. Таким образом, Leah родила сына, и сказала, вот смотри, сын мой. Okay? Others should be able to look at a believer's life, public and private, to behold the son of the living God in us. Также и в жизни верующих нас, как верующих в Мессию, мы должны проживать такую жизнь, чтобы могли видеть Иешуа в нас, и сказать, вот смотри, там Иешуа. Okay? This is an important point. It's not just our public life, but it's also our private life. И чтобы такова жизнь была и публичная наша, как верующих, и личная жизнь. It's not only what other people see, but it's also what we do, when nobody's looking. And in fact, I would almost say that it's more important what you do in private than what you do in public. Я даже утверждаю, что гораздо важнее то, что вы делаете, когда никто не видит, чем то, что вы делаете на людях. Яков был рад, доволен, Лия подарила ему сына. Так же, как и Бог доволен, когда Его сын обитает в нас. И помните, мы читали в Новом Завете, что мы были едины с Ним, как Он един с Отцом. Okay, let's take a break. Сейчас перерыв. Это от церкви впервые. Вот, это не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди премия стал Антиох-Эпифан. I want to show you, first of all, before I continue, just one picture. I'm just trying to find out if I can... Перед тем, как мы продолжим, я хотела бы показать вам одну картинку. Wait a second, I'm in the wrong place. What we're going to be talking about, what we're continuing to talk about is the breastplate of the high priest, о чем мы будем продолжать говорить, это наперсник первосвященника, the gemstones that are there, и о драгоценных камнях, которые на нем были размещены. But also the... also the references that it makes to the sons of Jacob, и также взаимоотношения, которые имеет этот наперсник к двенадцати сыновьям Якова, и также мы рассмотрим молитву и пророчество Моисея и Якова об вот этих двенадцати сыновьях. Okay, as I said yesterday, I was hoping to have a PowerPoint presentation ready for you. Unfortunately, I haven't succeeded in finishing even in English. And then it should be translated into Russian, of course. But maybe one day we will get there. But I wanted to show you this picture. I think most of you will be able to see it from where you are. This is the clothing of the high priest. Okay, I will turn it a little bit so you can see from that side too. And you will see that he's wearing a turban, a blue robe, white under robe, and then you see also the breastplate here with the sound. It's just to give you a little bit of an idea and then if I do this, you get a close-up picture of the breastplate here on on your right, yes. And then the two gemstones which were on the shoulders of the high priest. And then the two gemstones which were on the shoulders of the high priest. With the names of the twelve tribes. Okay, I'll try and show you just one more thing here. Because I have here on the other slide presentation. Okay. And then I need to... Okay. Here. Okay. This slide I will show you also. This is again the breastplate. to me first. Sorry. Okay. Okay. It's this is a presentation that I'm actually busy with. Okay. To make the presentation. And you always have to remember when you're reading this about this how the position of the stones, which is what we're going to talk about right now. is that you have to go from left. From right to left. to me first. Okay. So, this is the stone of Ruben, for instance, And then you have the stone of Simeon and then Levi. And then you have Dan and Judah and Naftali. And then on the next row you have Issachar, Asher and Yosef. And then you have Zebulon. Wait a minute. I've missed one somewhere. Ah, Gad. Sorry. I missed. It's Issachar, Asher and Gad. And then you have Joseph, Zebulon and Benjamin. Okay. So, that's the fourth. I thought a picture might help you to visualize it a little bit because otherwise it can be a little bit confusing. What you see here written on the stones you can when we have one of the breaks if you want to you can come have a closer look at this. But here the writing on these stones is actually probably what was the original writing. To, что у меня здесь нарисовано это то, что есть такой шанс, что было в оригинале выгравировано на арамейском имена колен Сынов Израилю. Это не тот иврит, который мы знаем сегодня. Это прототип иврита. так что увидите эти иероглифы если захотите подойти. Окей, тогда мы переходим к тому, что мы хотим разобрать сегодня. Окей, мы возвращаемся к исходу 28 главе с 17 по 21 стих. Исход 28, 17, 21. И став в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз и зумруд. Это один ряд. Второй ряд карбункул, сапфир, алмаз. Третий ряд яхонт, агат, аметист. Четвертый ряд хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть двенадцать по числу сынов израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. Окей, the emphasis on the end there is on the fact that they were engraved. They were not just written on there, they were actually engraved into the stone. So it wouldn't be very easy to remove. And if you remember what was said that we are engraved in the palm of God's hand, помните, Писание говорит о том, что наши имена мы выгравированы на на Божьих руках даже. И поэтому говорится, что нелегко вас будет удалить. Очень важно хранить в разуме, что весь этот символизм означает что-то, несет в себе. И мы будем заниматься тем, что исследуем, что же он несет. помните также указано, что каждый камень был обрамлен и посажен как бы в золотом гнезде. Чтобы их было легче присоединить к самой наперснику. Помните, вчера мы говорили о том, что золото имеет очень глубокий символизм. Окей, there are many that argue that you cannot definitely say what order the stones were in. because at this point the scripture does not tell us exactly how it was done. you have to understand that it's implied sorry no it's the other text that I'm thinking of sorry I'm wrong this text Exodus 28 does give us that order it gives us that implication of the order okay the Lord tells Moses that the two onyx stones which were to be placed on orange shoulders okay in Exodus 28 verses 9 and 10 the name should be of the children of Israel in order according to their birth no what it's not Exodus 21 sorry Exodus Exodus 28 Exodus 28 9 and 10 okay so that when okay like I was saying it's not exactly it doesn't exactly tell how they should be placed in the verse that we just read he does give the order but it doesn't tell how they should be placed but because of Exodus 9 and 10 we understand that they should probably be also in order of birth as I said in in the beginning we will now look at each stone individually okay so I want to turn this to you once again and we have the first two stones Rubin and Simeon you called name the stones or the name of the stones the name of the stones right now Rubin and Simeon okay as I said yesterday also there is a lot of confusion about the names of the stones so I settled on some names but so the stone of Rubin is Sardis which is a red stone and on the first stone that is Sardis which is a red stone Sardis yeah Sardis yeah okay most translations use the Ruby now there's no way of knowing whether actually the Sardis is the same as the Ruby or not but there is as I said in the ancient scriptures it's extremely difficult to decide okay what stone was it because they use names which are no longer used because many words just not use and it could be other names now I myself had a little bit of problem with this picture this is taken from the temple institute from the temple i i i i remember it should be red to me it looks more black but maybe it's a very deep red but i'm assuming that the temple institute has got it right so as we look at these things wait a second i have to it doesn't want to leave okay let's go all the way here yeah that did it okay as i said rubin and the sardis stone the first stone is the sardis it's a red stone as far as i could as far as i could discover it's a very indeed it's a very sort of deep red it's not that it was also known as the sardine which is another name but sardis is also this is the interesting one of the interesting things that we we discover as we go along sardis is the sixth foundation stone in the new jerusalem okay revelation revelation twenty-one verses nineteen and twenty и открываем откровение двадцать первую главу revelation twenty-one nineteen to twenty-one nineteen to twenty sorry основание стены города украшены всякими драгоценными камнями основание первая яспис второе сапфир третье халкидон четвертое смарахт пятая сардоник шестое сердолик седьмое хризолит восьмое верил девятая топаз десятая хризопраз одиннадцатая геоцин двенадцатая аметист вот шестое это сердолик тот который присущ первому сыну иакова я вижу когда аня прочитала что в русском здесь в этом отрывке вообще идет совершенно другое перечисление камней как я уже говорил все сложно но то что мы знаем уверенно это цвета этих камней они очень четко и ясны написаны в писании и вы можете поизучать это сами если вы на самом деле хотите уйти в глубины вот этого то вам придется потратить много время на изучение и проверку всей информации есть причина почему Рувим это первый камень который помещен на перстник первого священника и почему он является аж шестым в основании Нового Иерусалима это потому что Рувим потерял свое первородство я забыл пометить где это какое место писание доказывающее это но мы надеюсь вернемся к ним я найду я найду его для вас и покажу но произошло изменение месторасположения вот этих камней в основании города потому что произошли изменения в характерах и поведении сынов Иакова камень красный первый символ его кровь жертва и жертвенное приношение кровавое приношение what do I mean by blood atonement the blood atonement was like when the Israelites were in Egypt and God told them to put blood on the doorposts and on the upper doorpost кровавое покрытие грехов это помните когда евреи выходили из Египта и Бог сказал им покрыть кровью косяки дверей и therefore it represents the passing over of God's destructive judgment это означает что вот этот кровавый кров так сказать он поможет пройти под Божьим судом над Божьим судом in Joshua chapter 2 Иисуса Навина вторая глава с 18 по 21 стих вот когда мы придем в эту землю ты привяжи червленую веревку к окну через которая ты нас спустила а отца твоего и мать твою и братьев твоих все семейство отца твоего собери к себе в дом твой если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон то кровь на голове его а мы свободны будем от сей клятвы твоей а кто будет с тобою в доме в твоем того кровь на голове нашей если чья рука коснется его если же ты откроешь сие наше дело то мы также свободны будем от клятвы твоей которую ты нас закляла она сказала да будет по словам вашим и отпустила их и они пошли а она привязала к окну червленую веревку эта история берет место в городе Ирихоне и как там спаслись благодаря проститутке Ахав и она просила и умоляла что когда придут израильтяне чтобы они спасли ее и ее семью чтобы она избежала участи города одна из причин почему Бог послал сынов израиль в землю ханаанскую или как ее называют обитованной землей была принести суд на землю и на людей которые жили в той земле Бог очень четко соблюдал то что он приказал чтобы было разрушено все но здесь мы видим что Рахав и ее семья избежали этой участи и знаком символом была красная веревка это еще раз нам показывает символ того что прошли над судом Божьим то есть пронесло красная 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 также означает царственность обеспечение преуспевание престиж помните мы затронули немного цвета вчера with a few texts where under Nahum 2 verse 3 I think it is in Russian Nahum chapter 2 and I think it's verse 3 in Russian the shields of Nibia is the dyed red ok so here once again we see how it's representative of authority and royalty yeah lamentations also lamentations 4 verse 5 but we covered this text yesterday so you should have it in your notes ok the symbolism in the order of the stone the cardinal number one is symbolic of God and unity first word yeah first word ok the cardinal number one what is cardinal ok there are two types of order ok you have what we call in English cardinal numbers and then you have the ordinal numbers ok yeah I don't have an alternative for cardinal number ok but it's symbolic symbolic as one as a cardinal number is symbolic of God and unity ok john chapter 17 verses 21 to 23 sometimes I find that the bible texts help you better than me trying to explain to you ian a 17 john 17 21 23 17 глава 21 по 23 стих и будут все едино как ты отчего мне и я в тебе так и они да будут в нас едина да уверуют мир что ты послал меня и славу которую ты дал мне я дал им да будет едино как мы едино я в них и ты во мне да будут совершены воедино и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Okay. See, I can't follow exactly what it is in the Russian translation, so I always wonder whether it's saying exactly the same as I wanted to say. Okay. But it is about oneness and unity. Okay. And we all know that the Shema says, what the Shema says, it says, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So, that, as a cardinal number, it represents that part. Okay. The ordinal number, in other words, an ordinal number is, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, going in that order. Okay. So, cardinal number represents something else, but I'll look this up still and we'll come back to it. The ordinal number represents first and represents beginning, as in Genesis chapter 1, verse 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Okay, этот же камень, он идет первый по порядку, поэтому он как порядковое, так сказать, числительное, оно означает начало. Okay. Genesis 1, 1, in the beginning, in the first place, в начале, то есть в первую очередь Бог создал небо и землю. То есть как порядковое число Он означает начало, а как то, что Он главное первое число, Он означает единство с Богом. И Рувим – это был первенец, поэтому его камень должен был быть первым. И его имя означает Рувим. Behold a son – see a son. Look! Look! Посмотри, вот сын. Okay? So, Рувим, in Hebrew, is written, Реш, Aleph, Вав, Бет, Nun. Рувим на иврите пишется, буквой Реш, Aleph, Вав, Бет, Nun. Вав, Бет, Nun. Yep. Okay? So, I don't know whether I said this already about the picture language. No. Okay. Each letter in Hebrew carries with it a picture. And if you put these things together, it can give you some very interesting ideas or very interesting pictures. you will see a very clear picture of this word. Okay? So, the Hebrew letter Resh is head or first. Aleph means leader, strong leader. Вав has the picture of a nail, a peg, or secure. Вав – это третья буква. Она означает или ноготь, или посох, или чувство безопасности. Она несколько значений имеет. Bet – house, or inn. And Nun, as last, can mean a number of things. I won't call them all here, but it can mean activity and life. So, Rubin's name, if you look at the pictures, could mean something like this. Поэтому имя Рувима, если вы посмотрите его в картинках, может нести такое значение. Первый, первый сильный лидер, который будет нести безопасность в дом, всю активность и жизнь. Рувим. Okay? So, his name meant behold the sun, but if you take the picture language of his name, it gives you another picture of his character, which we will be Lubina. Okay, some of the facts about Rubin. Вот несколько фактов о жизни Рувима. As we've already said, the first one, he was Jacob's firstborn. Он был первородный сын Иакова. Second, his name means behold a sun, or see a sun. Второе, его имя означает смотри вот сын. The third point about Rubin is, Leia knew she was despised, and realized the birth of her son was because of God's compassion on her. Since the Lord blessed her with a son, she thought this would mean that Jacob would love her. Okay, if you take a look at this family, you can almost say it was possibly one of the most dysfunctional families that has ever existed. There was a lot of inner fighting and jealousy and all sorts of things going on between the sons, but also between Rebecca and Leia. Okay. In Genesis chapter 29 verses 31 and 32. Genesis. Genesis 29, 31 and 32. Okay. Okay. So, her whole desire was to be loved. I think sometimes we can compare ourselves to that. We want people to love us. And sometimes we are prepared to go to great lengths to achieve that love or to gain that love. And this we see indeed in Leia. Okay. One, two, three. Number four. He lost out on the birthright privileges that usually fall to the firstborn son because he laid with his father's concubine. Okay. Genesis chapter 35 verse 22. Genesis 35 verse 22. Genesis 35 verse 22. Okay. And then in 1 Chronicles chapter 5 verses 1 and 2. Okay. Okay. I don't know what it says everything there, what I wanted to say. Let me just read it in English just to be sure. The sons of Reuven, the firstborn of Israel. He was the firstborn because, but because he defiled his father's bed, his birthright was given to the sons of Joseph, the son of Israel. Though not in such a way as for him to be regarded in the genealogy as the firstborn. For Judah became greater than his brothers in so much as the ruler came from him. Nevertheless, the birthright went to Joseph. Okay. We good? Now, if you take a look at this text just for a few minutes, you will see that it gives us a number of issues within this family context. The first is how Reuven lost his birthright. Now, if we're thinking in our own terms of our own birthright as sons of God through Yeshua, then we can realize that maybe we can be shifted in position because of things that we do. We're being moved from our own position because of our own position because of our own birthright. Okay. His birthright was given to the sons of Joseph. Okay. His birthright was given to the sons of Joseph. Okay. Ephraim. And... Manassai. Sorry, thank you. Yeah. You may begin to realize I'm getting a little bit old, and I can't hold you. I'm getting a little bit old, and I can't hold you. But as we look at this... Okay. The birthright. What was the birthright? The birthright was a double portion of the inheritance from the father. Первое родство включало в себя двойную порцию наследства от отца. And... This is interesting because of the Shabbat also. This is interesting because of the Shabbat also. Because when the children are blessed on Shabbat, or the sons are blessed on Shabbat, one of the blessings is, may you be as Ephraim and Manassai. In other words, one thing that they're saying there is, may you have a double portion of the birthright. Right? Okay. But he wasn't given the genealogical position of firstborn. Okay? That actually went to Judah. Okay? Because he became greater than his brothers, and that the ruler would come from him. Okay? When we get to Judah, we'll be talking a little bit more about that and what that is. Okay? So, we see that things were changed. The good point about Rubin, positive. 1, 2, 3, 4, 5. Number 5, then. Rubin was responsible for saving Joseph's life, when his brothers wanted to kill him. Okay? Genesis 37. 21 to 22. Okay? We see here that Rubin understood that this was not a good thing to do to kill Joseph. But we see also, as you probably know, in the narrative, that it all went wrong anyway, and Joseph, well, it went wrong as far as they were concerned. Not as far as God was concerned, because God had planned it all from the beginning. Okay? But this was a positive point about Rubin. But this was a positive point about Rubin. Okay, I make a little observation here, and then we will take a break. In the same way, when Rubin was born, Leah said, behold a son or see a son. Okay? Others should be able to look at a believer's life, public and private, to behold the son of the living God in us. Okay? This is an important point. It's not just our public life, but it's also our private life. It's not only what other people see, but it's also what we do, when nobody is looking. In fact, I would almost say that it's more important what you do in private than what you do in public. And I'm saying that Jacob was pleased, Leah bought him a son. Just as God is pleased when His Son dwells in us. Now, remember, we just spoke about that text of unity, И помните, мы читали в Новом Завете, что мы были едины с Ним, как Он един с Отцом. Сейчас перерыв.